А человек с такой же фамилией Фамилия якобы проживал не где-нибудь, а в Африке Оставил единственному наследнику из Омска 11 миллионов долларов От такой суммы голова закружилась И плевать на то, что про родственников в Африке никто никогда не слышал Пенсионер пошел на поводу у мошенников И даже заполнил анкету, куда внес все свои персональные данные Сейчас будут они что-то смотреть, проверять родственницы и так далее Фамилия моя одинаковая Что с тем, что это только Западная Африка Я на карте посмотрел, ну в жизни всякого оказывается В существование родственника, который оставил многомиллионное наследство Верить очень хотелось И 64-летний Амич поверил в сказку Все письма были на английском языке Мужчина тратился на переводы Потом аферисты предложили сами оформить наследство И перевести всю сумму в Россию Однако эта услуга стоила почти полтора миллиона рублей Я перевел деньги Сказал, как переводить, через манеграмму Вы кому-нибудь говорили о сложившейся ситуации? Нет Задать вопрос Жена-то знает Я от нее скрывал, конечно, все это дело Она не знала Что ты вот это, как это Слушай, ну представь, вот меня нашли Ну не нашли же Ахмедова какого-то Или Петрова Возможно, супруга и остановила бы мужа Если бы Амич втихаря не влез в кредиты И не принял волевое решение Вы все переводили в долларах? В долларах В долларах Да, никакие другие валюты В долларах переводил Это были ваши личные накопления? Мои накопления Я еще и кредит взял На сколько? Два кредита взял И плюс где-то на миллион сто И так же перевели в доллары? Так же перевел, да Обещанное наследство Амич ждал почти год Да так и не дождался Обратился в полицию Истории с наследством из-за границы Не новые Но вера в чудеса сильнее здравого смысла Голова включается позже Когда деньги улетели в неизвестном направлении Сейчас ведется следствие ДТП в центре города По Красному пути В районе 54-го дома Госавтоинспекторы предварительно установили ВАЗ-2107 Выехал навстречу И столкнулся лоб в лоб с Мерседесом За рулем иномарки был 37-летний мужчина Он почти не пострадал А вот виновник аварии с травмами Был доставлен в больницу Где позже скончался Личность погибшего сейчас устанавливается А вот еще одно ДТП В центре Омска На пересечении улицы Масленникова И проспекта Маркса Парень на Ладе Приори Выехал на перекресток На Красный Там встретился с иномаркой В результате такой неожиданной встречи Ладу отбросило на рядом стоящий БМВ Тот в свою очередь продвинулся назад И поцеловал Ауди В результате такого вот замеса В аварии никто не пострадал Сообщают в региональном ГИБДД По материалам регионального ОФСБ Возбуждено уголовное дело В отношении сотрудников предприятия Омский речной порт Кого именно, не сообщается По информации ведомства Организация без лицензии Занималась добычей песка На одном из месторождений Омской области В помещениях прошли обыски И выемка документов Предварительно Министерство природных ресурсов Экология оценивает ущерб Нанесенной природе В почти 3 миллиона рублей Ведется следствие Уголовное дело Возбуждено по статье Кража в крупном размере Жесть Официальная группа ВКонтакте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова